Я знаю, что на сегодняшний день вот эти вот все шарики, фонарики и так далее, и вообще все формы мирного протеста, они, так сказать, уходят не то что на второй план, они уходят как абсолютно несостоятельные и ни к чему не приводящие. А разные формы насильственного протеста, они пока нащупывают себе дорогу. И эта история будет достаточно опасная, по мере того, как десятки тысяч людей будут проходить через мобилизацию, через фронт и возвращаться назад, покалеченные или даже живые, но испытавшие все психологические прелести войны в составе армии коррумпированного абсолютного государства, ну, мы понимаем, что вот эта вот форма оппозиционной борьбы на российской политической арене, она претерпит самые фантастические изменения. Вы знаете, за последние там 20 лет, 18 лет, все привыкли, что либералы, демократы, это такие вот мехотелые ребята, так сказать, которые против войны, которые за шарики и фонарики. Ну, все просто стали забывать, что именно либералы и демократы, не будем говорить с позитивной точки зрения или с негативной точки зрения, но именно либералы и демократы в 93-м году принимали решение и доводили это решение до исполнения по расстрелу Белого дома из танков. Именно либералы и демократы в 91-м году с оружием в руках стояли в том самом Белом доме, и как потом рассказывал там, по-моему, как Пухин, его фамилия, руководитель Альфа, что именно подсчет того, что Альфа, конечно, при штурме Белого дома убьет Ельцин, но при этом потеряет до половины личного состава из-за того, сколько оружия там на руках у этих самых либералов и демократов, вот именно эти потери остановили Альфу. Если мы вспомним, почему в 91-м году план ГКЧП по разбиванию Москвы на сектора и зачисткой секторов провалился, то мы тоже с вами вспоминаем, что это произошло не из-за того, что кто-то цветочками встречал солдат, а потому что оказалось, что БМП и прочая разная военная техника прекрасно горит от бутылок с бензином, которые летят в нее с мостов и из окон. И поэтому ставить технику ближе к домам, чем на 50 метров, невозможно. А раз на 50 метров к домам приближаться нельзя, то, соответственно, все эти блокпосты приказали долго жить. Так что мы очень скоро увидим в противостоянии с Кремлем совершенно иных демократов наряду с уже имеющимися национал-патриотами. И вот в рамках этого всего мне будет очень интересно, какую роль там решит сыграть господин Кадыров и насколько бандиты, так сказать, господина Пригожина будут готовы к боевым действиям на улицах российских городов. Может быть, к слову, готовы. Но вот в данном случае, думаю, что армия вряд ли их поддержит. То есть мы на пороге, в общем, достаточно в мере революционных событий. А в этих революционных событиях какую роль будет играть антивоенный комитет, одним из организаторов которого, ну и одним из членов которого я... Одним из организаторов, которого являетесь вы, одним из членов которого являюсь я. Ну, слушайте, антивоенный комитет – это всё-таки сообщество людей, собранных под очень конкретную задачу. Эта задача была связана с единым голосом в вопросе остановки войны. То, чем мы сейчас занимаемся, это мы пытаемся в том числе помочь тем людям, которые сейчас уклоняются от призыва. Мы пытаемся помочь от этого призыва уклониться. Вот договариваемся с правительствами разных стран, чтобы людям на тех или иных условиях давали возможность всё-таки переждать эту тяжёлую годину за пределами Российской Федерации. Ну, в той мере, в которой это на сегодняшний день возможно. Это наша задача. Но это совершенно не означает, что мы с вами или другие участники антивоенного комитета при изменении политической ситуации, о которой сейчас можно себе уже достаточно спокойно говорить, не боясь выглядеть идиотами и прожекторами. Так вот, возможно, что мы будем участниками какого-то другого комитета, сориентированного на совершенно другие задачи. Например, Российского комитета действия.